Здравствуйте, я продолжаю тестирование бюджетных тепловизоров. На сей раз я хочу протестировать их на точность измерений. Подтолкнуть к этому тесту меня смог тепловизор Fluke WT04, потому что когда я направил его на стену у себя в доме, он мне показал 30 градусов, что явно сильно жарче того, что есть в реальности. В инструкции к нему было сказано, что для точных измерений он должен около 10 минут пролежать включенным, и только потом измерения будут точные. Действительно, когда он пролежал у меня 10 минут включенным, он уже на этой же стене показывает где-то 26,5 градусов, что ближе к реальности, но мне кажется, что все равно многовато. Во всяком случае, скажем, FLIR TG165 у меня на той же стене показывал 24 градуса, FLIR C2 показывал 24,5 где-то, то есть, ну, сильное различие. Значит, ну, для начала давайте посмотрим, вот просто столешница, сколько градусов он покажет. Ну, вот видите, 26, даже 26,8, ну, и 7, чуть колеблются показания. То есть, довольно-таки много, мне кажется, что у меня меньше температура. Значит, возьмем TG165, ну, вот он показывает, видите, 23,5, что, на мой взгляд, больше похоже на правду. Если взять C2, ну, вот показывает 24 с копейками, ну, даже тоже вот в районе 24, в общем, на мой взгляд, это больше похоже на правду. Нам нужен какой-то объект с заведомо известной температурой и заведомо известным коэффициентом излучения, чтобы проверить это все точно, а не так вот, что мне кажется. Поэтому я взял вот воду со льдом по определению температура воды с таящим льдом равна 0 градусов, что мне и показывает, вот, мультиметр с термопарой. Вот здесь вот область чистой воды, у нее коэффициент излучения 0,96. Я установил его во всех приборах, и сейчас посмотрим, что они мне покажут в этой области. Вот как-то так тормозно меняются показания. у флюка, и его показания, он у меня здесь уже некоторое время пролежал, то есть это не первые числа после включения, а там минут 5-10 он прогрелся, но вот он чего-то около 1 градуса показывает. То есть явно несколько завышена температура, коэффициент излучения, видите, 0,96. Всё, правильно. Теперь возьму TG-165, опять-таки направляем в эту же область. Ну и вот, ну, показания совсем прекрасные, 0,1 градуса. Ну, правда, они несколько колеблются от одного места к другому. Здесь, скажем, вот минус 0,3, но это всё равно ближе к истинному значению. Ну и, наконец, возьмём C2. C2, кстати, интересно, он показывает, вот, минус 2 с лишним градуса. То есть как-то у них сильно расходятся показания. Если помните, у TG-165 на столешнице показания были чуть ниже, а здесь, получается, у него чуть выше. Ну, вообще, видимо, стоит признать, что TG-165, видимо, самый точный из этих приборов. И если вам нужны точные значения температуры и устраивает то, что вот довольно по большой области мы усредняем эти показания, то, видимо, вам нужен TG-165. Видимо, C2, всё-таки модуль здесь весьма дешёвенький стоит, липтон. Видимо, он, конечно, как-то, по крайней мере, при низких температурах занижает, при высоких может немного завышать. Ну, в общем, вот такой результат моего теста. Продолжение следует...